Есть E1, E2, есть отображение F, действующее из какой-то области D в E2, есть какая-то точка X0, принадлежащая D, в которой мы изучаем дифференцируемость. Я хочу, чтобы мы получили дифференцируемость по фрише, как я уже проговорился. Да, хорошо тогда, так, маленькая пауза, я обращаюсь к тем, кто присоединился к нам, как зритель будущей записи. Значит, сегодняшняя лекция, вспоминаем теорему из курса функций многих переменных, вот я сформулирую простейший вариант, есть числовая функция даже такая. Я говорю, вот когда функция дифференцируема в точке X0, простое достаточное условие, это непрерывность всех частных производных в точке X0. Была такая теорема? И я хочу, по аналогии с этой теоремой, придумать вместе с вами сейчас теорему такую. Предположим, что F дифференцируема по ГТО в окрестности точки X0 и предположим, что вот эта производная F', слабая от X, непрерывно, ну как оператор, как производная, как мы понимаем, непрерывно, в точке X0. Как вы думаете, будет следовать из этого всего то, что F дифференцируема по фрише в точке X0? Что говорит интуиция? Кажется, что нет. Раз. Да. Один-один. Ну, даже более серьезная, там как только частная производная, а здесь это как бы производная по любому направлению, Ф дифференцируема. Тут более крутой вариант. Ну, просто здесь, эту, кстати, теорему можно тоже на языке производных по направлению формулировать, не буду делать. Производы ГТО – это уже какая-то такая глобальная характеристика в смысле направления, как мы понимаем. Так, значит, скорее да, 2-1, 3-1, хорошо, 3-1, но я присоединяюсь, 4-1. Вот эту теорему, чтобы доказать, я это доказательство, может быть, сегодня проведу, а может и не буду, в конце, вот когда мы все обсудим, что я наметил, я скажу. А сейчас я хочу привести это начало доказательства, которое я потом заброшу. Арсенал. Вот как ни странно, будет использована теорема 13-1, прошлого нашего заседания, только с условием таким. Вот усиленный вариант. Там у нас как было? Есть функция дифференцируемая в эпоху области D, дифференцируемая по фрише. Тогда для любых точек из этого эпоху области x0 и x1, f от x1 минус f от x0 не происходит супремум f' в точке y, нормопроизводной, где y бегает по интервалчику, соединяющему x0 и x1, и умножается это на превращение норма x1 минус x0. Правильно? Было как и мы доказали. Мы в ней использовали теорему о дифференцировании сложной функции, сложного отображения. Здесь мне понадобится сейчас тоже усиленный вариант. Я вот зарезервирую место. В чем будет состоять этот усиленный вариант? Значит, там фигурировала в теореме, которую мы, кстати, не доказывали, суперпозиция h равняется g в кружочек f. И предполагалось, что по фрише дифференцируема и f и g. Вот тогда, дескать, композиция тоже дифференцируема. Вот сейчас в этой теореме будет предполагаться, что-то дифференцируема по гото, внутренняя часть матрешки, а внешнее отображение g дифференцируема по фрише. Тогда, опять же, в разумных всех условиях, как вы думаете, где и в каком смысле будет дифференцируемое отображение h? Вот есть гото, есть фрише. Там была теорема фрише-фрише. Теперь гото-фрише. Но наглый вариант будет тоже по фрише. Но это как-то сомнительно, потому что вот эта слабость внутренней, производная по гото. Но уж по гото-то, наверное. Так вот эта теорема говорит, что h дифференцируема по гото, и h штрих, скажем, в точке х нулевое, но слабая, производная, вот эта гото, она есть суперпозиция g штрих в точке у нулевое, слабая, и f штрих, слабая в точке х нулевое. Довольно такое естественное усиление. С помощью вот этого усиления, пока не доказываю тоже ничего, доказывается вот этот инструмент, я его сейчас сформулирую. Значит, в теореме 13.1 мы теперь говорим так. что пусть f в любой точке отрезка вот этого х нулевое, пусть f имеет слабую производную по гото. Существует f штрих, слабая от игрок, при любом игрок, принадлежащем интервалу х нулевое. Ну а это область d, а это все e1, это все понятно. И вот там раньше была написана такая теорема, что f от х нулевое, минус f от х нулевое по норме не превосходит супремума нормы производной f штрих от игрок по игрок, бегающему на интервальчике х0 и х1 умножить на норму разности х1 минус х0. Но с учетом вот этой добавки, что слабая производная, как вы думаете, какая здесь теперь будет производная? Ну тоже, конечно, слабая, как и тут. Вот совершенно замечательное усиление. Ну и потом с помощью всего этого вот доказывается уже эта теорема. Вот схема. Значит, почему я не хочу сейчас начинать доказать все равно вот это, это и это я не докажу, увязну. И вы увязнете. Потому что вот эта работа довольно грязная. Хоть вот тогда мне Константин, по-моему, сказал, что это как бы обычным образом. Да, но вот там очень аккуратно надо писать все эти умалы и прочее, я не хочу этого сейчас делать. Потом с помощью, по той же схеме, что мы и делали, доказано будет вот это утверждение. А потом все вместе они навалятся, вот в это все здесь превратят. Вот. Но не буду это делать. А вот смысл, вычислительный смысл, ну лучше так же скажу. Применение теоремы 13.2. Вот мы в прошлый раз говорили, что если у меня отображение дифференцируема по Фрише, то оно, разумеется, дифференцируема по ГАТО и производные Е совпадают. А эта теорема говорит, что если вот мы нашли слабую производную и доказали ее непрерывно, скажем, в точке Х0, то там в той точке есть сильная производная и они совпадают. Это на самом деле психология общая для математики. Я вот на семинаре в среду сказал, что, ну, два примера из вашей истории математической, собственной, личной. Школа, алгебра. Вы решаете какое-то рациональное уравнение. Корешки какие-то там, еще что-то. Вы начинаете все возводить там степень 2, если была степень 2 у корня и так далее. Вообще говоря, приобретаете посторонние корни за счет этих всех процедур. Но зато вы упрощаете ситуацию, вместо вот каких-то этих абсолютно иррациональных нагромождений радикалов, появляется в простой ситуации, скажем, обычная задача нахождения корней какого-то полинома, многочленного. Вы потом их находите, неважно как. Я говорю уже, как взрослые люди там, что-то делающие. И потом только проверяете, кто из них соответствует исходной задаче. Вторая задача с такой же психологией. Вы доказывали в прошлом семестре полноту разных пространств. Ну, например, там САБ или два маленького. Как вы доказывали полноту? Вы писали условие фундаментальности. Из него выводили то, что соответствующая постановность сходится по координатно, в более слабом смысле, чем сходимость по норме. Получали кандидата на роль предела. И потом доказывали, что на самом деле из условия фундаментальности и наличия вот этого кандидата у вас получается то, что по норме ваша фундаментальная постановность сходится к этому элементу. Та же самая психология. Замена какой-то деятельности сильной, деятельности более слабой. Ну, я вот всегда подумал, ну, такую картинку представьте. Вот вы работаете с каким-то путем доказательства, что из чего-то что-то следует или решение находится и так далее. Ну, идти по проволоке, вот представьте себе, что вот здесь я занимаю троковой элемент. Я хожу по проволоке. Если эта проволока нарисована просто на полу, ходить легко, приятно, я не свалюсь. Если ее приподнять метра на три, как и в восточном цирке, то я уже буду чувствовать себя менее уверенно. И вот если здесь тоже вот эту проволоку окружить какой-то областью и работать уже в ней, то получается гораздо проще. Вот, грубо говоря, вот эта деятельность, это вычисление производной фрише, а это вычисление производной готов. Вы можете не по проволоке ходить, а ходить просто по тому полу, на котором эта проволока нарисована. И таких примеров в математике без счета. Когда мы переходим, грубо говоря, от сходимости по норме, мы переходим к слабой сходимости, находим слабый прием, потом доказываем, что он является сильным и так далее. В самых разных смыслах. Это то же самое, что вот вы делали с рациональными уровнями. Аналогия понятна? Понятно. Так вот, значит, я объяснил, зачем находить f' по фрише. Вот один раз напишу в точке х0 с помощью нахождения f' слабая в точке х0. И теоремой 13.2. Я нахожу эту производную в окрестности слабую, а потом доказываю, что она там не прерыва. Вот способ. Почему это проще? Пример. Конкретный пример. Так. Здесь я не умещусь, придется что-нибудь стереть. Думаю, что могу стереть вот это. Так. Вы видите тряпку? Всё, я тоже вижу. Вот представьте себе. Значит, пример. Есть e, c, a, b. Есть оператор, действующий из c, a, b в себя. Такой, что вот образ функции f, маленькая f отсюда, из этого c, есть интеграл от a до b по переменной s, k, x, s, f от s, ds. Ну, появляется вот такая функция, называемая ядром. Это, вообще говоря, функция трёх переменных. x, s и какая-то u. x, s у меня бегают по отрезку a, b, с областью определения. Этой функцией является некий параллельпипед прямоугольный. Сейчас я его пишу. Это скалярный квадрат. Не скалярный, просто квадрат, а на b декарту. И это умножается на какой-то отрезок ещё, минус m, где значение вот будущей переменной u рассматривается. И вот я требую, чтобы функция была непрерывной на этом параллельпипеде. Ну, предположим ещё, что сама функция k и её производная, вот эта частная по k и u, вот они, обе эти функции, непрерывны на вот это множество, которое больше записывать уже не буду, а нарисую только маленький значок. Вот как можно было бы искать, ну, нужды какие-то. Есть это знаменитые операторы Урисона. Уравнения такого типа встречаются в очень многих задачах физики, механики, биологии и так далее. Хитрость в том, что это ядро k, относительно функции f, нелинейно, вообще говоря. И это совсем не тот простой вариант, скажем, когда мы рассматривали типа Фредгольм операторы k, x, s, f, умножить на f, s и так далее. Это хитрое дело. Раз это хитрое нелинейное дело, может в некоторых задачах появиться желание найти производную, чтобы изучать это дальше. Так вот, можно, конечно, по определению сильно производная работать с этим всем, но это тяжелее, чем найти слабую производную, а она очевидным образом здесь находится, потом доказать ее непрерывности и тем самым ее найти. Как она находится, вот эта f' слабая в точке f нулевое какое-то? Это есть d по dt, интеграл от a до b, k, x, s, f нулевое, s, плюс, кто он у меня тут, t, h от s, превращение вот это, ds. И все это берется при t равно нулю. Ну, я напомнил просто определение, слабый производный. Если у меня хорошая здесь ситуация, вот как тут написано, можно поменять местами эти две операции, влезть с оператором дифференцирования по t под знак интеграла. И у меня тогда получится f по u по третьей переменной в точке x, s, f нулевое, s. Когда я потом подставлю значение t равняется нулю, у меня это пропадет. Но при дифференцировании по t еще вот этой внутренней части, вот этого аргумента f нулевое, тут лучше вот так, это s. У меня вылезет еще h от s, правильно? При дифференцировании по t. Ну, дифференцирование обычной числовой такой сложной функции. Вылезет еще вот это h от s, ds здесь появится, и интеграл снаружи останется от a до b по s. Вот, нашел свой кандидат на роль предела, на роль производной. Это слабая производная, вот она задана своим значением на аргументе. Так ведь? То есть, на самом деле, я написал, разумеется, пока не производная, я написал слабый дифференциал. Тут вот надо исправить немножко. Значение слабой производной на вот этом h, это и есть вот такая штука. Все. Понятно. Ну, а потом я, разумеется, здесь, чтобы вы понимали уже аналитику дальнейшую. Здесь у меня, только здесь кап, я очень небрежен, вы не исправляете меня. За счет того, что КПО вот здесь непрерывно на всем этом кубике, параллелепипеде, функция непрерывная на этом компакте равномерно непрерывная. Но если вот подключить сюда эту равномерную непрерывность, то доказать непрерывность вот этой производной уже становится делом техники. Вот образец этой кухни. Как теорема 13.2 реально помогает технически находить производную. Фрише. Поняли? Прекрасно. Значит, дальнейших вариантов употребления всяких производных и прочего, ну, миллион, конечно. По-прежнему не буду доказывать теорему, а скажу вот о чем. Вот один из многих примеров, ну, например, один из примеров действительно таких дифференцирований. Значит, надо мне что-нибудь стереть. Ну, теорему я оставлю, вдруг мы ее докажем, а все остальное сотру. По крайней мере, справа от теоремы. Так. Ну, скажем, напишу так Применение Дифференциального исчисления Ну, которое мы начали Создавать, развивать Дифференцировать сложные функции Терема такая, сякая и так далее Вот один из примеров Метод Ньютона В скобках Обобщенный метод Ньютона Или метод Ньютона-Контаровича Я когда-то в сентябре На первой ступени лекции Даже что-то про это говорил Но сейчас мы достигли такого уровня Что можем уже обсудить вопрос О математическом содержании Всего того, что было сделано Представьте себе Вот в 40-е годы Ведутся всякие работы По атомному проекту Решаются очень сложные Интегры дифференциального уравнения Ну, связанные с работой реактора и прочее Вычислительных машин нет Есть какие-то настольные Вычислительные машинки простенькие Ну, такие продвинутые Калькуляторы, условно говоря В том числе есть и интеграторы Даже какие-то простые уровни Но вычислительные машины нет А вы должны решить задачу Есть вот, неважно какие Два линейных нормированных пространства Есть какое-то отображение Действующее из Е1 в Е2 Значит, линейное нормированное пространство F от какой-то сложный Вот этот интегридифференциальный оператор Там нагромождение всего и вся И вы решаете задачу F от X равняется 0 Находите 0 Смотрите Предположим, что X со звездой Решение уравнения 1 А отображение F Ну, дифференцируемо По фрише Так что можно себе позволить Всякие вольности В частности Можно написать Разложение F от X Со значением в точке X со звездой По, условно говоря, формуле Теллера Вот это приближение Первое приближение Это разность Разумеется, есть F' В этой точке От X нулевой Умножить на аргумент X со звездой минус X нулевой Ну, разумеется Поскольку это линейный оператор Это есть F' В точке X нулевой Примененный к X со звездой Минус F' От X нулевой X нулевой Но, если это Знак приближенного равенства Если X со звездой Это корень То это равняется нулю Так А я тогда могу преобразовать То, что у меня тут Написано Следующим образом Я вот это Унесу Или даже оставлю Нет, все-таки Вот это давайте унесу туда У меня получится F' В точке X нулевой Примененный к X со звездой Равняется F' От X нулевой X нулевой Минус F от X нулевой Правильно? Я не ошибся Но, пожалуй, это я зря сделал Нет, это я сделал зря Вот, понял я, почему я это сделал зря Я вот их разделил Я вот их разделил А этого делать ни в коем случае нельзя было Не надо было Давайте еще раз посмотрю на вот эту формулу Вот этот 0 я записал Вот давайте К обеим частям Применим оператор обратный Вот к этому Ну, в предположении, что он есть Опять же В детали я не влезаю То есть я применю к обеим частям Вот этого равенства Приближенного Оператор F' В точке X нулевой Минус первой степени Он применяется Слева, стало быть, вот К F от X нулевой Уже хитрая вещь Значит, здесь мы забросились из E1 в E2 А потом с помощью этого оператора Из E2 вернулись в E1, да? И все это у меня примерно равняется Вот как тут написано Сотрется у меня вот эта шубка верхняя Останется X звездой Минус X нулевую Я X нулевую внесу сюда Где у меня минус-той код? А? Сейчас Вот и я А, все, вижу, 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 вижу Я вот этот минус просто не увидел Вот он Минус Еще лучше X нулевую переношу туда И получаю формулу Что X звездой Примерно Есть X нулевое Минус F' в точке X нулевое Минус первой степени Примененная К F От X нулевое И вот Отсюда Происходит Идея Запуск Такой Системы Последных приближений XN плюс 1 Равняется XN Минус F' в точке XN В минус первой степени На F от XN Которая потом Естественно Должна побежать И довольно быстро Как в методе Ньютона Обычно Метод касательных Знаете Да Вот Побежит к этому Решению К созвездой Это был бы метод Ньютона Вот в этой Сложной Ситуации Когда У меня бесконечно мерные Какие-то пространства 1 и 2 Ну скажем Это какие-то пространства Дифференцируемых функций И там Там на самом деле В этом пространстве Найти Производную Это работа Обратить этот оператор Это вообще немыслимая работа Реально это бы означало Наверное так Что я Совершу еще один Шаг на пути Построения Приближенных Каких-то решений Возьму какую-то сетку Сведу эту задачу Непрерывную К какой-то матричной И начну там Какую-то матрицу Ну понимаете Чтобы у меня была Точная задача Надо было брать густую сетку Матрица огромная Ее обращать Немыслимое дело И так на каждом шаге При отсутствии Вычислительной машины У меня Вся эта деятельность Моя просто зависнет И не продвинется Вперед Что придумал Конторович Он придумал следующее Давайте вот здесь Брать Нолик А не икс То есть Вот это обращение Оператора Производной Происходит только В одной точке Один раз Ну грубо говоря Вот если там брать Стандартные Какие-то картинки К методу касателей Вот там Получается Приведение равных Касательных А теперь получается Метод Хорд Я все время буду Приводить вот такие Линии И у меня Сходимость Ухудшится Скорость Сходимости Уменьшится Но процесс Будет идти Потому что Перемножать Даже большие матрицы Я смогу Когда я перейду К сеткам Правда Один раз взял Матрицу Обратил И потом На f от x Тоже Какое-то приближение Буду работать Нормально Вот Великая идея Которая называется Манифицирован Метод Ньютона Или метод Ньютона Конторовича Если вас это Заинтересует Ну какие-то Вещи можно найти Даже в книжке Калмагорова и Фомина Но они тоже В какой-то момент Пишут Что ну если хотите Узнать больше Ну давайте Лучше напишу Детали Куда больше Числее Чем я вам сейчас Написал Это Книга Калмагорова и Фомина Глава Десятая Там найдете Параграф соответствующий А можно просто Пойти к книжке Которую я вам Рекомендовал Конторович Акилова Функциональный Нейтс Это такой кирпич На 900 страниц И там вот найдите Главу 18 Про метод Ньютона И пожалуйста Тоже узнаете Вот все такие вещи Вот я говорю еще раз Я хочу чтобы вы понимали Что ваших знаний Уже достаточно Чтобы в принципе Разбираться с такими Механизмами И их изучать Нет смысла Сейчас вас Заставлять учить Какую-то вот эту Тереву Со всякими оценками Там Маленькими Эпсом и так далее Там Масса хитрости Надо добиться С того чтобы у вас Повелся какой-то шарик Вокруг вот этого Х нулевого Выборного Приближения Начального Это еще тоже угадать надо Чтобы потом Под действием Вот таких формул Он отображался В себя Потом вы докажете Что это отображение Сжимающая Терема банка Ну и пошло Поехало Понятно Но не буду я это С вами делать Я вот обозначу Только перспективу История вторая Совсем В двух словах Скажу О чем Пойдет речь Сотру Вот пока стираю Вы мне сами Скажите Где вы использовали Аппарат Дифференциального Исчисления Когда на первом курсе Изучали Всякую сечину В курсе Мак-аналит Ну например Была такая тема Исследование Функции Применение Там Первой Производной Второй Формулы Тейлора Необходимые Слые экстремумы И прочее 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 Вот все эти задачи Напишу так Экстремальные задачи Все это опять же Требует Достаточно развитого Вот этого аппарата Дифференциального Исчисления Бесконечно мерных Пространств У вас у кого-то Будет курс По теории Оптимизации У кого-то Не будет Но у того У кого будет Он будет начинаться Как раз с того Что вы вспомните Некоторые Факты Из функционального Анализа Некоторые факты Вы вспомнить Не сможете Потому что их не было И вам По хорошему докажут По плохому Скажут Можно доказать И так далее Все будет здесь Но Сам по себе Вот этот аппарат Работает Ну например Вот в качестве Примера Я проведу Совсем такой Школьный Пример Теорема Ферма Я возьму Это в такой Формулярке Есть у меня Линейное Нормированное Пространство Е Вещественное Есть отображение Действующее Из Е В Ну это числовая Функция По-моему Ну понятно Как определяется Локальный минимум Локальный максимум Это когда в точке Х-0 такое значение Если это минимум Например Что в некотором шарике Окружающем точку Х-0 Во всех точках Значение Ф Ну это числовая Функция Сравнив Могу Больше Либо равны Чем Ф От Х-0 Аналогичный Максимум Так вот Предположим Что Х-0 Точка Х-3 Максимум Или минимум Локального Отображения Ф И Ф Дифференцируемая По фрише В точке Х-0 Ну как вы думаете Что говорит Теорема Ферма Да Она говорит Что Необходимый признак Экстрема Это Равенство Нулю Производной То есть оператора В точке Х-0 Ну и так далее Доказывается Точно так же Как и Одномерная Соответственность Теорема Ферма Помните Как доказывался Одномерная Теорема Ферма Заодно Кстати проверим Мы же договорились Что вам Представит Госэкзамен Я не пугаю Так просто Итак Теорема Ферма Ну помните Теорема Ферма Ее забыть нельзя Что Что Стоп Доказатель был прямым Или методом Противным Вряд ли Самое простое Доказательство Естественное Что в том случае Что в этом Такое Но предположим Что это не ноль Ну скажем Больше нуля Тогда Выбирая Вот в этом Прирощении Ну скажем Х Плюс Т Когда мы Дифференциалы Пишем Выбирая Т Больше нуля Или меньше нуля Я получу Из дифференциала Что двигаясь По разным направлениям Вдоль Х Из ненулевого Из точки Х нулевого Я получу Приращение Разных знаков Ну а раз Разных знаков Значит Уже Это не экстрем Противоречие Вот Данил Именно так Доказывался Теорема Я почти готов Посмотреть Это то же самое Только По сути Это то же самое Хорошо Ладно Подходите Справа Можно здесь Подходить К нулю И справа И слева Что в общем Нормально И будут получаться Разные знаки Вращения Ну опять же В каком предположении Разные знаки Если не ноль Что нет А это и есть Тогда уже Предположим Что это не ноль То есть Зафиксировать Знак Производный Там А тут Что Ну Короче говоря Вот Самое простое То что я сказал Все И дальше Теория Теория Изложение Перспектива Куда можно двигаться Совсем Другое направление Не буду Сейчас говорить Про дифференцирование Вот Элементы Нелинейного Функционального Анализа Кстати Пока я стираю Еще раз скажу Что на русском языке Как-то не очень много До сих пор Книг Именно по нелинейному Анализу Ну Вот Я могу назвать Какие-то главы В этих толстых книжках Типа Того же Конторовича Акилова Есть Книжка Ларса Ниренберга Она Довольно старая Тоже Больше Сорока лет Но тем не менее Если понадобится вам Для каких-то Нужд Ну вот Вы сможете Это найти Я еще раз говорю Что того словарного запаса Которого мы приобрели Вам хватит Для того Чтобы разбираться Понимать То что там будет написано Создать сейчас Запас универсальных инструментов На все случаи жизни Для вас Я Ну просто не смогу Потому что Это Ну все равно что Вы будете думать Что я буду зарабатывать На жизнь С какой-то момента Гуляя по проволоке На восточном базаре Я должен это знать Представлять Как аналогию Хотя бы Но это вообще не значит Что я буду Этим промешать Так и вы Не обязательно Совершенно будете Разрабатывать Дифференцируемые Дифференцируемые Линия на отображении На той же самой площади Я представил себе картину Я хожу по проволоке Вы ищете производные Но цирк В чистом виде Так вот Еще одна тема О которой хотел поговорить Теорема Шаудера Ну опять же На семинарах Мы что-то обсуждали Я сначала напомню Была у вас Или не была Будет Или не будет Но есть Теорема Примерно 1909 года Иногда пишут Десятые Иногда пишут Что это вообще Не только Брауэр Газовский математик Очень интересный Математик Логик Точнее даже И философ Вот очень многие Фигуры Математической логики Они подвергаются Атакам Приходит философ И говорит Что это наш человек Что такое Он в первую очередь Философ А уж То что логикой Занимался Это Ваше дело Ну скажем Вот Рассел Который вместе С Вайтхедом Написал Основу математики Книжку Где На основе Аксиоматического подхода Была сделана попытка Весь корпус Математики Увести Но они сколько-то Написали Потом Поняли Что дальше Это немыслимый дел Но тем не менее Вот Уайтхед Тоже И математика И логик Белоголовый То есть Голландец Брауэр Очень много Таких фигур На самом деле Нетривиальных Очень интересных Так вот Теорема Брауэра В таком Простом Варианте Значит Есть Дело происходит В РН Есть Выпуклый Компакт И Непрерывное Отображение Этого компакта В себя Тогда Говорит Теорема Брауэра Существует Такая точка Х В К Что Ф от Х Равняется Х То есть Неподвижная Точка Вот Мы с вами Какую теорему Неподвижной Точки Доказывали Изучали Рассматривали Еще Осенью В очередной Раз Точнее В это Делали Это Теорема Банаха Отжимающих Отображение Теорема Появился В 22 Году Значительно Позднее Этой Хотя Это На порядок Сложнее Но Возникла Необходимость Вот в том Инструменте Банах Быстро Сформулировал Доказал Ее Потом Перенесли На метрические Пространства Что он сначала Это утверждение Сформулировал Для нормированных Пространств И операторов В них В чем Отличие Кардинальное В формулировке В утверждении Теоремы Брауэра От теоремы Банаха Там По доказательству Выяснялось Что эту Неподвижную Точку Мы строим В виде Вот этого Метода Поздневных Приближений Результаты Его Появлялась Поздневность Которая Исключительно Быстро Сходилась К этому Решению В теореме Брауэра К сожалению Никаких Вычислительных Аспектов Нет В доказательстве И Можно только Утверждать Что Решение Есть и все Уравнение F от X Равняется Икс Но Можно к этому Подойти так Вы какой-то Сложный Вычислитель Решаете Какие-то задачи Ну Типа Атомного Проекта Деятельность Если вы Знаете Про какое-то Уравнение Что решение Есть Вы потом Можете Вообще Собрать Всех Вычислителей Страны Все Вычислительные Машины Включая Счеты Из Глухой Деревни Все Вычислительные Инструменты Бросить Мощь Этого Вычислительного На решение Задач Когда Когда вы Знаете Что Решение Существует Вы Как-нибудь Донайдете И вот В этом Смотрите Терема Бравра Торр Бесценна Вот Не подойдем На применение Н Н Н Все Элементы Которые Строго Положительны Переезжаются Задачи Для Аналгебры Отыскание Собственных Значений И Соответствующих Собственных Векторов Теорема Фрабене Соперона Говорит Что Вот В этом Случае Существует Собственный Вектор Х Такой Что Все Его Координаты Строго Больше Нуля Строго Положительны Ну Есть Алгебраические Аспекты Этой Задачи Из Других Разделов Вот С помощью Теремы Брауэра Вот Такая Линейная Задача Ну Это же Линейное Уравнение Правда Алгебраическое Сводится К нелинейной Некой Задаче В которой Применяется Терема Брауэра Терема Брауэра Говорит Вот Оно Существует И Вот После Этого Как я вам Говорил Вы Доказав Что решение Существует Вы обрушитесь На него Своей Вычисленной Мощью Ну И С точностью До 10-17 Степени Найдете Разумная Точность 10-17 Ну Вряд ли Ну Я просто Рекламный Такой Рассказ Видал А дальше Это все Вот Зарождение Науки Под названием Алгебраической Топологии Было Мне все время Объясняйте Что в каких-то Группах Читали Курс Топологии В каких-то Нет Вам скажем Нет Вам скажем Тоже Нет А? Вот Курс Скопенкова Аркадий Борисович Скопенков Знаю Все хорошо Вы Вы топологи Тополог А вот А вы Не топологи Понимаете Поэтому Я говорю Что Сейчас Влезать В Алгебраическую Топологию Даже На языке Доказательства Теоремы Брауэра Она только В одномерном Случе В такой Формочке Очевидна И сводится К теореме Каши О промежущих Значениях А уже Пренером Дум Это нетривиальная Совершенно Нужна Придумка Некая Ну Стандартная Ретракция Опять же Понадобится И курс Прочитают И заставят Изучить И все такое А меня сейчас Интересует На самом деле Другая совершенно Идея Линия А если Это все Переносить В бесконечномерное Пространство Значит Линейное Нормированное Пространство Скажем Вещественное Но Размерность Бесконечная Такого рода Вот теоремы Возможны Или нет Вот тут Смотрите Написано БПК Компакт То есть Замкнуто Ограниченное Множество Вот В РН Замкнуто Ограниченное Это компакт А если Я возьму Бесконечномерное Случай Шарик Скажем Замкнуто Ограниченное Множество Это уже Не компакт А меня Будет Интересовать Вот Когда Существует Неподвижная Точка Отображения Действующего Из ничего Неизвестно Во что И тут Возможно Два Способа Обобщения Этой теоремы Один способ Когда мы Сохраняем Вот эту Формулировку И такая Формулировка Есть Ее Обычно Правда Связывают с именем Не только Шаудера Но и Тихонова Знаете Знаете Имя Андрея Николаевич Тихонова Наверное Говорил Но Вы могли В топологии Там Скажем Тихоновское Произведение Изучать Тихоновский Кирпич Но он Начинал В молодости Как тополог А потом Уже стал Специалистом По вычислительной Математике Основал Вот Институт Ну Не институт Факультет Университета Вычислительной Математики Кибернетики В 69 Году В 70 В общем Перешел На эти Вычислительные Рельсы Вот Есть такая Формулировка Например К Это Компакт В этом Бесконечномерном Пространстве Ф Непрерывное Отображение И есть Отображение В себя Тогда Утверждается Что они Неподвижные Точки Первое Утверждение Верное Второе Утверждение Неудачное С точки зрения Применения Потому что В бесконечномерном Пространстве Шарик Не является Компактом Он не является Вполне ограниченным Теорема 4.1 И так далее Мы знаем А Хочется В вычислительных Делах Иметь дело С объектами Типа шарика Компакт Это что-то Вот такое Приплющенное Как я говорил Консервная банка Правильно? Ну вы видите Консервную банку Бесконечномерном Пространстве Ну вот Например Это В L2 Надо взять Единичный кубик По первой Осе Оставить Как есть Под 40 Жет Вдвое Потом Втрое Диагональный Такой оператор Написали Критерием Его компактности Это оператор Появляется Стремление Вдвое Вдвое Точнее Это будет Включаться В тот И вот Тогда Тоже Оказывается Теория Верна То есть Если у меня Есть компактное Отображение Шарика В себя То есть Неподвижная Точка Надо На всякий случай Провести Определение Определение F Компактный Оператор Это означает Две вещи Он Непрерывный Потому что Для нелинейного Случа Из второго Пункта Что F От ограниченного Множества Есть Предкомпактное Множество Из второго Первого Не следует Но Тем не менее Вот Если до этого Докопаться Сформулировать И Выделить Правильно Образом То Получается Стополь И Это Совершенно Замечательная Линейка Теорем Их Все Называют Теоремом Браура Впрочем Как и Левую Теорему Тоже Просто Иногда Говорят Теорем Браура Иногда Теорем Браура Ой Не Браура В смысле Шаудер Простите Пожалуйста Теорема Шаудера Одного Или Шаудера Тихонова В общем Всякое Бывает Ясно Опять же Мы могли бы с вами Пойти Скажем Таким путем Принять Что Теорем Браура Мы знаем И доказать Это Это Примерно 25 минут Такой плотной работы Достаточно Затейливой Но я не хочу Этого делать Я вам хочу Сейчас Вам Обрисовать Воронку Возможностей Некоторых Что можно Туда Пойти Туда Вот Есть Заметная Картина Витязь на Распути Где Объясняют Камень Объясняет Странствующему Витязю Что И так И так И так Плохо Мне нравится Не тот вариант Где Там Коня потеряешь Нет Вот Один из вариантов Там на камне Такая надпись Нет пути Ни прохожему Ни проезжему Ни пролетному Ну то есть Вот как Не двигайся Просто Не пересечешь Эту силовую границу Хорошо Вот На применение Теоремы Шаудера Такой пример Это вот Ваше Задание Вот это Теорем Задача 14.3 Сейчас я ее найду Вот она Теорему Шаудеру Оставлю Теорему Пока Оставлю Сколько У нас Во время Полчаса Хорошо Так Сейчас Пока Теорему Оставляю Мало Что Цвета Цвета Нет Сотру Пока Понадобится Напишу Вы Переписали Я помню Проблем нет А вот Задача Задача 14.3 Формулировка Значит Дело происходит На интервале 0.1 Есть уравнение Y2 Плюс Лямбда Синус Y Равняется F от X Значит X Продолжит Интервалу 0.1 Лямбда Какое-то Вещественное число Потом еще Появится F Какая-то Функция С На отрезке 0.1 К уравнению Добавляются Граничные условия Ищется функция Которая Принимает Нулевое значение В концах Этого отрезка Ну то есть Вот какая-то Функция Вот такая Поизвивался В чем проблема Но вы узнаете Вообще Уравнение Маятник Есть Линерализованная Модель Y2 Плюс Лямбда Y Лямбда Неотрицательная А это еще Тот маятник Который Не только Для малых Колебаний А по физике Дело выводится Задача Получается Нелинейная Относительно Функция Y Совсем Плохая Но тем не менее В предположении Что мы Знаем Формировку Теоремы Шаудера Вам ставится Такая задача Доказать Что существует Решение При любом Лямбда Из R И при любом F Из C 0 1 Тут Надо отметить Что если Лямбда Брать очень Маленьким То Тут Можно Довести До применимости Теоремы Банных Ожимающих Отображения Ну это Другая История Совсем А вот Если Произвольная Лямбда То Вообще Непонятно Что Так Теорем Форма Сотру Значит Опять же Вот Кому из вас Сейчас Читается Курс Уравнение Матфизики Только вам Вы счастливый Человек Значит Вы будете Понимать Гораздо лучше Что То что я сейчас Напишу Столько функций Грина Уже Проносились слова Еще нет Хорошо Значит В том же положении Что и мы То есть Все понимаете И ничего не знаете Так Очень хорошо Это я ставлю Это я тоже Сотру Мало и что Ну вот Мы задачу Разбирали На семинаре И я думаю Вы подтвердите Она формальная Когда Четко выстроена Схема действия Решения Не очень длинная Но догадаться До него Догадаться До того Что ему надо Сюда терему Браура Потаскивать Это уже Производит Сильное впечатление Я ее Честно говоря Сюда включил В это задание Потому что Вот Был такой Замечательный Математик Дмитрий Христианосов Специалист По теории Динамических Систем Ну Считай В каком-то смысле Дифференциальных Уравнений Вот он В своих лекциях По динамическим Системам Как раз Судачи Разбирал У него В принципе Эта книжка Несмотря на то Что называется Динамические системы Это книжка Это книжка Вообще-то говоря О функциональном Анализе Который Нужен Вот людям Которые Занимаются Такими вещами Как дифференциальные Уравнения Динамические Системы И так далее И вот Честно говоря Он меня заразил Этой Задачей И я Решил Поделиться Ею С вами Так вот Значит В курсе Уравнения Математической Физики Разбирается Метод Фурье Это когда Вы при решении Какой-то Кривой Задачи Уравнения Эллиптического Типа Параболического И Эллиптического Параболического И герболического При решении Некой смешанной Задачи То есть Когда есть И начальные условия И какие-то Граничные условия В какой-то области Ищите решение В виде Суммы ряда Где Элементы ряда Состоят из таких Произведений Одни Куски В этих Произведениях Это функции Пространственной Переменной А Множители При них Зависит только От времени В ряд По каким-то Функциям Вот таким С иксом Связанным Вы Раскладываете Свою Будущую Функцию Решения Задачи Но эти Коэффициенты В каждый момент Времени Свои Такая Философия Родившись Еще В 18 Веке Называется Это метод Фурье Тогда это были В качестве Кирпичей Вот этих Строительных Функций Трагометрические Потом Партия Всякие Другие Потому что Оказалось Быть общая Ситуация И вот Для того Чтобы доказать Что В самых Общих Таких Ситуациях Вы будете Действовать Неким Методом Методом Разделения Переменных Получать Вот этот Базисный Набор Для разложения Это Некая Цепочка Она там В какой-то Момент Вас выводит На задачу Минус У 2 Штриха Равняется Задача На собственное Значение С ограниченными Условиями Ну скажем На интервале На линь Как он здесь Появляется Ну Берется Однородное Уравнение У 2 Штриха Равняется Нулю С1 Там Лучше даже так сказать Это Думерное Некое Пространство Ну это Линейные Функции Попросту говоря Их Даже Сохранятся Но если Брать Здесь Вот Применительно К таким Ограниченным Условиям Одну Функцию Взять Для будущего Базиса Вот для Решилелом Условия А другую Для Вот этого То Получается Два Кирпичика Х И 1 Минус Х Правильно? Так вот Дальше Запускается Метод Вариации Постоянных Я Кратко Излагаю Курс Дифференциальных Хронений Вы Как-то По моим Наблюдениям Метод Вариации Постоянных Применяли Успешно И охотно Для случая Линия На уровне Первого Порядка Когда Нужно Там Проварьировать Этот Можтик Но на самом деле Он прекрасно Работает Для уравнения Второго Порядка И вот Если Написать Вот в таком виде Решение Для вот этого Неоднородного Уравнения Но на самом деле Тут даже Не обязательно С пока Лям до у Можно Какой-то Вообще Ж от Х Взять Известный То получается Что решение Записывается В виде Интеграл По Кси От нуля До единицы По вот этому Нашему промежутку Ж от Х Кси Ж от Кси До Кси Где Вот эта функция Называемая функцией Грина Грина У нас Это кто Ну вот В курсионале У нас была Формула Грина Помните Ну понятно Что Грин Он зеленый Вот Я специально Положил свою сумку На Кресло Зеленое Ответ Кто Такой Грин Где Жил Что Делал Чем Прославился Ну Кроме Формулы Математик Страна Век Какой Нет Это Он был Гораздо Круче Чем Мы все-таки Уже В XVII век XVIII век Это время Эйлера Ну Эйлер Круче всех Но это еще Вот зарождение Такой Технической Математики Это Это Эйлер Это Бернули Все семейство И Яков Позвенил Иоганн И так далее Это Тейлор В конце концов Который Там Породил В начале века Это Лопиталь Я все Просто Апеллирую К вашим именам Это Лагранш Лежандр Из французских Математиков В конце века Появляется Монш Во Франции Тогда же Появляется Фурье Вот всех Этих ребят Наполеон Брал В свой Египетский Поход Знаете Про Египетский Поход Наполеон Ну вот Там были Фурье Бертольят Хивиков И Монш Туда Ездил Короче говоря Грин Это уже Начало 19 века Ну Первые Десяти лет У него Очень Своебратная Судьба В чем-то Мне напоминает Рамануджана Ну вы помните Рамануджана Хотя бы По детским Книжкам Жил Был такой Клерк В Индии Как любитель Занимался Математикой Но при этом Получал Какие-то Формулы Которые Не то Что индийские Мудрецы Местные Понять не могли Но и Когда Натаслал Это в Англию Там никто Кроме Харди Вообще В это Даже не поверил Но Харди Поверил Выписал Его в Англию Рамануджан Приехал Заболел И умер Климат Другой Вот С Грином Была похожая История Он Получил Некоторые Вот эти Свои конструкции Написал Несколько Известным Математикам Английским Те в письмах Посоветовались И решили Что надо Парню дать Нормальное Образование Ну Фестеха Поскольку Еще не было Его в Кембридж Позвали Позвали Приняли Он быстро Заболел И умер Потому что Его лишили Привычной Вот этой Деревенской Жизни Его папа Был мельником В Нотингеме Откуда Рубинго Тродут Из тех И он Вот сидит Болтает Ногами В студионной Воде Около Мельницы Пишет Какие-то Работы А тут Его в Кембридж Задания Надо сдавать То есть В общем Вот это Грин Хорошо Я не буду Писать Эту функцию Она на самом деле В виде картинки Легко Запоминается Иллюстрируется Есть вот такой Единичный квадрат Это Ось Х И берется функция Которая Симметрична Относительно Главной диагонали Если у меня Наверху Кси То там Наверху Это будет Произведение Вот этих Двух функций Х Их 1- Кси Вот из этих А здесь Кси И 1-х Ну и в результате Получается Оператор Как вы понимаете Симметричным ядром Самосопряженный Функция непрерывная Он значит Будет Компактным Оператором И вот К нему В задаче На собственное Значение Применяется Вся наша наука О компактных Самосопряженных Операторах Это я вкратце Просто излагаю Курсу От физики Который слушает Только Анастасия Остальные Даже не слушают Потому что Им его не читают Но Вот Вот эту задачу Переписать В таком виде Минус Игрок Два штриха Равняется Унес туда Лянда Синус Игрок Минус Ф от Ис И просто Напросто Вот ко всей Вот этой правой части Она даже Вот Хоть и содержит Тоже неизвестную функцию Вот такую формулу Написать и применить Потому что Если вот я решаю С известной правой частью Я просто получаю Готовую формулу Для решения И ничего мудрого Особо здесь нет Кроме того Что это Вот вариации Постоянных Но Наука состоит Вот в чем Это называется Функция Грина Вот это ядро И оно на самом деле Философски Определяется так Вот есть у меня Дифференциальная задача Какая-то Решение Этой задачи Дается каким-то Интегральным операторам На определенного типа И ядро его Это называется Функция Грина Вот терминология Думаю Что в принципе Понятно Непонятно Как Что Чего Но Вот здесь Я говорю Метод вариации Постоянных Просто решайте И находите Вручную Ничего больше А вот здесь Несмотря на то Что это неизвестная Функция Я могу написать Тем не менее Формулу такую Вот туда подставлю Y от X Есть интеграл По кси от 0 до 1 G от X кси А в скобках Будет стоять Где он у меня Лябда Синус Y от кси Да Минус F от кси Декси Вот Ну и вот Получается Засначение На самом-то деле Смотрите Вот здесь Стоит некий Оператор F От Y В точке X Слева Стоит Y от X Мы получили Задачу Об отыскании Неподвижной Точки Вот этого Оператора И вот проверяется Вручную Несложно По тереме Шаудера Что если выбрать Подходящий шарик Окружающий Там Чего-то Начальное То получится Отображение В себя Компактное Непрерывное И потому Теорема Браура Говорит Что у вашей Задачи Есть решение Вот вся Эта задача В вашем Задании Она Вот просто На такое Сведение Вот этого Уравнения Вот к этому Но я Давайте разберу С вами Более простой Пример Помните Вашу карьеру В дифференциальных Уравнениях Вы решаете Задачу Y' Равняется F от XY Уравнение Разрешенное Относительно Производной Y в точке X нулевое Принимает Заданное Значение Y к нулевое Теорема Существования Единственной Решения Задачи Каши Как вы Эту теорему Доказывали Вы сначала На первом шаге Независимо от того Что было дальше Написали Что эта задача Равносительно Такой Y от X Равняется Y к нулевое Плюс интеграл Ну скажем По S Вот Какого-то там A до X F От S Y От S DS Ну нужно Чтобы при X равном Хорошо от нуля Я там X нулевое Хорошо от X нулевого Вот Согласовал бы Значение Если я подставляю Значение X равняется X нулевое Интеграл пропадает Получается Вот это Начальные условия Ну а Эта часть Это понятно Как связано Просто проинтегрировать И вот смотрите Можно дальше Было поступать так Значит Вам Векция читала Вера Юрьевна Да Как вы доказывали Терем Да Стандартный Очень красивый Простой вариант Доказательства Доказывается Что если Вот это все Выполнено Если функция F Не прерывно А Вот По y Удовлетворяет Скажем Условие Лившица Ну простейший вариант Тогда Если подобрать Параметры Получится Сжимающее Отображение Некоторого Множества Функции Проходящих У которых Графики Проходят Из точку X нулевых И так далее И теорема Банаха Сжимающая Отображение Запускается И получается Решение Замечательное Доказательство Тем Что Решение Получается Прямо Вот в виде Какого-то Вычислительного Алгоритма Процедуры Но В чем Недостаток Такой Теоремы Вот это Условие Оно Смотрится Как-то Некрасиво Вообще Непрерывно По второй Переменной Вот такой Какой-то А вот В таком Виде Если Оставлю Только F Непрерывно Будет Верна Теорема Или нет Давайте Посмотрим На Ситуацию Глазами Теорема Шаудер говорит Ребят Ну раз так У вас В Каком-то Множестве Внутри С Которого Размера Которого Вы еще Определите Эта Задача Имеет Решение И опять После этого Мы собираем Все счеты Все вычислительные Машины Со всей страны И набрасываемся На эту Задачу Если мы знаем Что решение Существует Но мы его Конечно Найдем Понятно Теорема Шаудера Нам открывает Вот эту Дорогу Вычислений Все Вот Что касается Этого Примера Ну Вот Честно говоря Думаю Стоит Мне рассказывать Вам Доказательства Или не стоит Теорема 13-2 В общем Не хочется Пожалуй Не буду Значит Я скажу Сразу В любом Случае Я бы Его Не включил В Список Билетов Вот Из этого Всего Раздела В билете Вы можете Встретиться Только с Одним Вот Производные Фрише И готов Первое Приложение Второе Приложение Теорема О среднем Ну То неравенство Теорема Лаграндзе Которую Мы доказывали Вот Все остальное Это я просто Вот Вам сообщаю Рассказываю Ну Как Какое-то Ваше вооружение В путешествии Предстоящего Математического Всякое бывает Но я еще раз Хочу подчеркнуть Что вот На самом деле Как ни странно Для того Чтобы Читать Вот такие Специальные Разделы Функционального Анализа Уже Вашего Знания Достаточно С чем Я вас И поздравляю И отпускаю Тогда По домам Уже